Те новички, которые Милан все-таки пополнили, из них минимальное количество людей сегодня. Горцует, горцует, прострелы, надо забивать, как такие мячи-то, а? Подключившийся крайний защитник Милана, сейчас забыли о своей зоне защитники, особенно Гулан, наверное, виноват, это из-под него прошел удар, и это был почти голевой момент. Я думаю, что это почему-то имел репутацию, ну, после, особенно, сборной. Вот Мертонс, любимый его удар в дальний Милик, 1-0! Есть гол Милика на Сан-Паулу! Корявенько, но... Заход, да, по правой, в центр Сан-Паулу, на замахе, раз, и туда. И туда. Он очень быстрый, у него быстрая скорость принятия решений, понимаешь, что он быстрая стартовая руководка. Место 25 очков отрыва от того Наполя по прошлому сезону. Пока никто не должен этого слишком сильно делать, например. Важно, потому что он должен убедить новое руководство в том, что это тот человек, под которого можно потратить 300 миллионов евро. Карават был последним, кого Милан взял. Мертонс. Еще один удар за Шивора! Два раза по всем больших неприятностям. Мяч летел, кажется, очень долго. И опять свой этот фильм моментально разворачивается. План был Куцко. Я думаю, что Пашалич вместо Куцки будет играть. Посмотрим. По мне, так Куцко вообще в прошлом сезоне будет. За прием мяча поглубже. Нифусай, он смещается в центр. Метенс. Метенс! Ух, момент еще один. Блестяще играет бельгиец. В первом ряду. И даже потащил. И сыграли очень чисто сейчас. Во-первых, вот этим перемещением дыру придумали в обороне. И опять очень быстро дает. Раз и пошло. И в створ опять летит. Да, большое преимущество. Хосе Калихон. Мяч Альбиоль. Кулеболит. Там удар! 2-0! Дубль Милик! Вот это интересно. Выигнать взял, да, Дана Рома? Безобразная игра сейчас именно Куцки, который проиграл единоборство. Испытно его Милик забивает. То есть его просто не держали? Да. Рядом стоял Куцко. Причем не очень понятно, почему центрального нападающего саппица начинает атаковать с первых минут второго тайма. Бонавентуру мяча. Хорошая подача. Прямо скажем, совсем хорошая подача. Но росту и прыжка не хватило сейчас. Это тяжелый случай. Пропустишь третий. Все понятно, что с трех ты не спасешься. Но ведь за третий может последовать и следующий, как тогда вот это уже... Шанс Суса должен довести мяч до партнера. Вот вы как раз тому. Янд продавливает на скорости. И прострел! Гол! Это даже не прострел, а удары теперь. Все начинается по-другому. Привоз. Вот это срезка. Заржение. Он закрывал зону. Где ребята, которые тут играли? Почему Кулибали занимает позицию Алана? Где вообще Алана? Где вот с Заржением? Понятно с ним. То есть абсолютно... То ли все высокий прессинг ушли. Наполе вдруг... Как я бы сказал, попался на смене состава. Потому что в центре поля не было вообще никого. И Куликове. Как он ее... И вот опять провал. Опять на спинах атакует Милан. И уже Аббата пошел в кружевое штрафное. Лучше и время есть. Реализовывать надо было лишнее касание сделал Бонавентура. Сусо! Блестящий гол испанца! Первый гол в итальянской серии. А вот тебе... Добрый, зрелищный. Там большинство из-за ошибок все понятно. Но гол-то великолепный. И пока что Наполе временно исполняет обязанности Пискары, да? Да, ну да, еще просто безупречно. Посмотри еще раз. Вообще никаких шансов. Никаких вопросов. По молодежкам сколько он таких налупил? Апат. Продолжается атака бесшабажная. Как это пошла игра у нас на Сан-Паулу Гапши. Прострел! Момент опасный. Еще один угловой. Но это твоя любимая слава сейчас. Двумя мячами в начале второго тайма. И может быть опасно хорошую атаку у Наполе. Пас на Мертенса, Мертенса. Ну что, свой любимый удар. И опять Донарова тащит. Но на добивании проснув в жизни Калихон. 3-2. Ну руки-то длинные. Он же все тащит. Там положение не играл у Калихона. Тем более не было. Нет, я думал на милике может быть. Я сказал Калихона, да? Ты знаешь, Донарова тут тащит. Но я, конечно, не буду оценивать вонтарскую игру. Но вот как-то от него отлетает. Вот никуда куда надо. Хотя я не знаю, насколько сейчас корректно подобные претензии предъявлять. Представь как он потащил. Там куда? Квалифицированные футболисты. И ничего не происходит. Вот только-только сейчас стал Айто. Игрок Наполи раздевается. А у него Милана. Наполи без главного тренера. Все-таки какая-то информация, может быть, дошла. По телефону. Сейчас красная карточка. Круцкая удалена. Оговорил Георгию Черданцев. Давайте смотреть повтор. Меттенс принял мяч. Ничего здесь не было вообще. И чего? Меттен сам упал за пределы поля. Может быть, его куска, если подпоткнул, то не сильно. И вторая желтая. Мне кажется, здесь арбитр подключился. По-моему, зрешная. Тем более, что Милан. Попользоваться этим обстоятельством. 87-я минута пошла подача Петерейна. Очень легко забирает этот мяч. Хотя пас был, в принципе, по направлению в сторону Милана. У него желтый есть, кстати. Сейчас пойдет. У него желтый есть. Сейчас он пойдет сюда, с поля на домой. Хулиганство на поле. И это проблема. Юр, вот, пожалуйста. Вот ты мне говорил. А ты видел матч Рома? Когда ты, человек, который там, я не знаю, как болел за эту команду против обороны спорта. Не надо этого отрицать. Была вторая прямая кратная карточка. Что ты сказал первое слово? Это хулиганство, а арбитр абсолютно право. Да. Вот ты повторяешь это то же самое. Это хулиганство. Да. Да, не сдержанность и не профессионализм. И это проблема Винченцо Монтеллы. Тут не о чем спорить. Ньянгу. Второе... ...чем по сути. И еще шансы даже спастись сохраняются. Но пока... Да нет, шансы чуть-четвертой. Ильсиние... Опа! Сейчас еще одно удаление. Хороший удар. Было бы весело. Я сгоню засчитать. Удалил... Да, он, Валерия, решил развлечься. Ну, тогда пенальти, ёб. Ну, пенальти. А сейчас нет двойного наказания. Желтый и пенальти. У них разные. Останавливает. Ну, хорошо. Ты знаешь, что-то мне кажется, вот отражает общее настроение. Я был вообще... До руковоления какой-то. Раз, и подожди, подожди. Двадцать, вот скажи мне, вот зачем? Там что, он свистнул, что ли? Потеряв шайбу из вида, как хоккеи говорят, опять же, да? Он что, умудрился свистнуть вот эти вот 0,025 тысяч на секунду? Нет. Нет. Тогда смысл? Двадцать один год. Засчитывай голды и все. Что 21 год? А, судья, я про судья. Я про судья, я про судья говорю. Судья, я про судья. Судья, я про судья говорю. Ты сегодня тут в два раза увеличил, ты в два раза... Ну, конечно...